Спасибо. Ну что ж, коллеги, мы будем двигаться дальше по программе. У нас еще три части в нашей всего в школе, поэтому я думаю, что мы еще будем возвращаться к обсуждению частных вопросов. И мы переходим к позиции кардиолога, соответственно, частота, факторы риска когнитивных нарушений в практике врача-кардиолога, в практике врача-терапевта. На самом деле, буквально два слова, актуализация проблемы, но действительно, сейчас в связи с увеличением продолжительности жизни, и в том числе в нашей стране, к счастью, у нас будет актуализироваться проблема когнитивных нарушений и деменции. Потому что, конечно, все-таки эта проблема, проблема деменции, больше характерна для старших возрастных групп. Поэтому в ближайшем будущем нас ждет только увеличение количества таких пациентов, и на самом деле задача создания специальной гериатрической службы, она очень важна. Это реально очень сложно, тут много вопросов организационных и научных, но постановка этой задачи абсолютно правильная. Соответственно, существует целый ряд факторов, которые вызывают когнитивные нарушения. Возраст сам по себе, конечно, артериальная гипертония, другие заболевания сердца, в частности, фибрилляция предсердия, естественно, пороки сердца, инфаркт, меокарда, сердечная недостаточность и так далее. Отдельный вопрос – это, конечно, сахарный диабет. Кроме того, есть и другие факторы. Тем не менее, находят определенные взаимосвязи с нарушением липидного профиля, хотя и не такие выраженные, как уровень артериального давления и все, что касается сахарного диабета. Есть определенные взаимосвязи с избыточной массой тела. И вот вы, я думаю, обратили внимание, у нас сегодня вынесен специальный даже доклад на эту тему. Это ортокоронадное шунтирование, операция с аппаратом искусственного кровообращения и огромный процент ухудшения когнитивных функций. Это как бы отдельная, очень сложная задача, малоизученная. И мы, конечно, очень благодарны Красноярскому медицинскому университету, которые взяли на себя такие лидирующие позиции изучения когнитивных функций при ортокоронадном шунтировании и в пути их коррекции. Ну а на секунду вернусь я к тому, что на предыдущем слайде, в общем-то, здесь, на первом слайде, как бы разместились главные факторы сосудистые, которые приводят к развитию пагнитивных нарушений в патологической и терапевтической практике. И артериальная гипертония занимает среди них абсолютно достойное и лидирующее место. Вот что как бы так или иначе связано с артериальной гипертонией влияет на пагнитивные функции? Прежде всего, это непосредственно уровень артериального давления. Всё-таки подавляющее большинство работ говорит о том, что чем выше давление, тем хуже. G-образную кривую находят очень редко, и это сейчас подвергается большим сомнением. Особенно сильные связи, или особенно часто находят связи именно с уровнем систолического давления, и более тесные взаимосвязи обнаруживают, если анализируют давление по суточному мониторированию. Ну, может быть, в этом есть естественная логика, поскольку суточное мониторирование даёт нам много измерений давления. Всё-таки измерение давления на приёме у врача – это одна цифра. Хорошо, пусть даже если мы померяем по всем правилам три раза подряд, всё-таки это давление в очень определённый временной промежуток. Ну, и мы будем, что тоже недолго, но говорить об этом. Очень большое значение сейчас придаётся врядленности давления, да, скачкам давления от высокого к низкому. Проблема эта начала своё развитие с изучения пожилых людей. Был целый ряд исследований на эту тему. Вот одним из самых, наверное, известных, одним из самых цитируемых является Гетоборское исследование. Но вот ряд исследований был построен именно по такому пути. То есть брали пациентов пожилого возраста. Вот в Гетоборском исследовании их взяли в возрасте 70 лет. У кого-то было повышенное давление в этом возрасте, у кого-то нет. Здесь, вы видите, анализировали как верхнее систолическое, так и нижнее. И дальше этих больных наблюдали. Ну, вот параллельно хочу обратить ваше внимание на сложности в изучении этого вопроса. Смотрите, какие сроки наблюдения. 15 лет. 10-15 лет. Реально, конечно, организовать такое исследование очень и очень трудно. Поэтому данных, естественно, не так много. Ну вот Гетоборское исследование, как и подавляющее большинство исследований на пожилом контингенте, показывает наличие чёткой взаимосвязи. Повышенный уровень как верхнего систолического, так и нижнего диастолического в 70 лет чётко коррелировал с риском развития деменции на возрасте 80-85 лет. Вот такие результаты зашествия исследований. Единичные есть исследования, где не выявлены взаимосвязи. Также единичные, где выявлены G-образные кривые. В основном вот такие результаты. Затем вот эти исследования этого вопроса переехало в средний возраст. По аналогии стали брать гипертоника в среднем возрасте и смотреть риск развития когнитивных нарушений и деменции уже в пожилом возрасте. Таких исследований меньше, чем по пожилым гипертоникам. Ну тоже достаточное количество, хотя и меньше, повторюсь. И тоже одним из вот таких, наверное, наиболее знаменитых, наиболее цитируемых – это Веналу-Луэджинстадия. Хотя, опять же, не только ОМО. И вот здесь обнаружили, в частности, в Геналу-Луэджинстадии, взаимосвязь с уровнем верхнего давления, возраст 45-50, и повышенное систолическое давление в этом возрасте коллилировалось с риском развития когнитивных нарушений пожилом. Вот действительно случайно это, или может быть не случайно, все-таки исследований так много, но в среднем возрасте находят взаимосвязь только с верхним давлением. Пока, по крайней мере, вот в пожилом подавляющее большинство исследований выявляют взаимосвязи и с верхним, и с нижним. В среднем возрасте, да, в основном только с верхним давлением. И уже в рекомендациях по гипертонии, да вы знаете, что вся кардиология на рекомендациях, в рекомендациях 2013 года, которые вот-вот прекратят свое действие, мы ожидаем в июне 2018 года новых европейских рекомендаций, вы видите, уже четко записано, что пожилым пациентам с повышенным артериальным давлением необходимо проводить тестирование на состояние когнитивных функций. Ну, я часто комментирую, я говорю, вот это все, что написано. С одной стороны, необходимо, необходимо, это значит, всем надо тестировать. С другой стороны, больше не написано ничего. Хорошо, а какие тесты давать, даже потом с этим делать, ну вот выявили его чего-то, как-то это должно отразиться на базовом лечении, теперь уже под базовым, я понимаю, естественно, сердечно-сосудистые, да, препараты. Мы должны куда-то направить больного на консультацию, к неврологу, еще там куда-то специализированные кабинеты, то есть больше не написано ничего. Ну вот ждем, да, ждем результатов новых рекомендаций, возможно, там будут более конкретные уже рекомендации. Владимир Владимирович уже показал вам, что на самом деле деменция – это не только сосудистые нарушения, даже наоборот, другие варианты деменции встречаются гораздо чаще, ну, по крайней мере, по тем данным, которые мы имеем на сегодняшний день. И, конечно, когда мы говорим о взаимосвязи артериальной гипертонии и дискомфиненции, хорошо бы, конечно, четко понимать, о какой деменции мы вообще ведем разговор. Если это сосудистые, то вы видите, что четкая линейная зависимость, да вот он уровень гипертонии, по крайней мере, пока не пошли за американцами, как только уровень превышает 140, да, на 90, начинает увеличиваться риск деменции, да, в 4-6 раз. Хотя вот риск, он увеличивается и раньше, но вот достоверность начинается вот с этого рубегона, за которым диагноз гипертонии. Если же в исследовании не дифференцируется тип деменции, вот есть и есть, а какая, на бог ее знает. Да, вы видите, что закономерность, она более сглаженная. То есть вроде она и такая же, но она статистически недостоверна и выражена, да, не в большой степени. Поэтому здесь много методологических аспектов, которые дотребуют комментариев, разъяснений, ну и дальнейшего более четкого методологического изучения. Хотя я еще раз хочу повторить вам то, что уже говорил Владимир Владимирович, и он акцентировал ваше внимание на то, что и артериальная гипертония – фактор риска не только сосудистых когнитивных нарушений, но и в нейродегенеративных, пусть не такую центральную роль, но тем не менее артериальная гипертония – это абсолютно узаконенный фактор риска. Вот я напоминаю то, что, в общем-то, конечно, мы кардиологи знаем хорошо и без этого слайда. К сожалению, да, мы не видим головного мозга на раннем этапе. Мы обязаны обследовать сердце до развития осложнений, искать гипертрофию миокарда. Мы обязаны исследовать почки, считать скорость кубочковой фильтрации, искать микроэнгоменурию. Мы обязаны исследовать сосуды, но чаще всего, да, конечно, это ультразвук. Другие методы все-таки не так широко распространены к клинической практике, но мы совершенно не обязаны обследовать головной мозг. Поэтому, конечно, к сожалению, вот эти начальные этапы поражения головного мозга, они просматриваются. Тем не менее, головной мозг – это самый частый поражаемый уровень мыши артериальной гипертонии, в силу особенностей кровоснабжения. Да вот, если бы мы могли бы всем больным делать МРТ головного мозга и тестировать когнитивные функции, всем гипертоникам, да, мы бы, смотрите, практически у каждого второго, и здесь без скидки на возраст, у каждого второго понаходили бы субклиническое поражение головного мозга. Для сравнения поражение сердца, гипертрофия, миопарда, рео, желудочка только у каждого пятого, поражение почек, снижение скорости клубочковой фильтрации 60-30 и или микроэгуменурия у каждого четвертого. Самый чувствительный орган мишени. И да, вы знаете, что поражение головного мозга проявляется вот нарушением когнитивных функций, Владимир Владимирович на этом подробно остановился, и тем, что дает метод МРТ. Чаще всего стандартные или рутинные режимы МРТ, да, дают нам очаги немые лакуны и или лейкариоз, мелкоочковые или диффузные изменения белого вещества головного мозга. И дальше, смотря кого обследуют. Если белых пожилых гипертоников 60 и старше, без скидки на там сопутствующие заболевания, то по литературным данным у 100% больных, смотря еще какой томограф, если взять трехтословый, да, допустим, у 100% пожилых гипертоников находят, да, изменения вот эти белого вещества. Если взять гипертоников среднего возраста с начальными этапами гипертонической болезни, да, еще не осложненных, с небольшим стажем заболеваний, то от 30 до 50% больных уже имеют ображение головного мозга, да, вот в виде этих мелкоочаговых изменений. Опять, смотря какой томограф, на полутора-тословом обычно каждый третий, на трех-тословом до половины гипертоников уже имеют эти изменения. Ну, вот в частности, наши собственные данные, да, вы видите, 41 марта сделано пациенту с гипертонической болезнью начальной, первая-вторая степень, неосложненные гипертонии, не лечены. Половина этих больных впервые выявлены гипертонией, впервые поставлены диагноз. И контрольная группа сопоставимых по полу и возрасту, трех-тословый томограф, половина гипертоников уже имеют мелкоочаговые, да, изменения в белом веществе. И между поражением белого вещества головного мозга, то, что дает нам МРТ, и уровнем артериального давления существует линейная зависимость. Да, я вот не могу удержаться и не показать вот эту часть слайда. Нету G-образной, нету, пока не нашли. Вы видите уровень давления 110, и все нормально. Чем выше давление, тем больше вот количество, да, тем больше объем поражения белого вещества головного мозга. Вот количество этих очагов у гипертоников больше, чем у норматоников. Вот в частности и наши данные я вам показала. Но самое большое количество выявленного поражения приходится на недолеченных гипертоников, которые лечатся, которым назначена антигипертонзивная терапия, но не достигнут целевой уровень артериального давления. Да, вот у них самый большой объем поражения. Как я мельком сказала, что более тесные взаимосвязи обнаруживаются с тем, что дает нам метод суточного мониторирования. Да, вы видите, что на самом деле по данным МРТ повышенное именно среднесуточное систолическое давление, а не обычное давление, было взаимосвязано с объемом поражения белого вещества головного мозга. Но на всякий случай я напоминаю, что офисное за рубежом, врач общей практики, вот его кабинет называется офис врача общей практики, поэтому отсюда такое название. Да, офисное артериальное давление. Это не значит, что у нашего пациента на работе в офисе оно измерено, а на рабочем месте именно врача. Ну и, соответственно, смотрели когнитивные функции и было показано, что, опять же, результаты когнитивных функций более четко кривировали именно с суточными показателями артериального давления. И вопрос вариабельности. Вот одна из работ, посвященных этой теме, вот эти два столбика – это пациенты, у которых сильно повышенное давление было, то есть это где-то 160-100, то есть вторая-третья степень – 160-180 на 100 диастолическая, то есть пациенты с гипертонией второй-третьей степени, вот эти вот два столбика, при том, что у них, у одних давление все время было такое высокое, то есть 180-180-180, а у других оно колебалось, да, от 160-180, где-то до 200. Но вы видите, что когда речь идет о таких высоких, средних уровнях, то что оно у них было стабильно – 108, что оно колебалось – 160-200, да, понятно, и то, и другое ужасно. И это очень высокий риск развития инсульта, и, соответственно, поражение головного мозга, то, что дает метод нейрогизуализация, у них практически одинаково. А вот если мы посмотрим сюда, вот на эти два столбика, то здесь ситуация другая. Вот это пациенты, у которых стабильно нормальное давление, то есть это гипертоники, но у которых давление приведено к целевому уровню, меньше 140 на 95 по современным пока требованиям, и оно у них стабильно в этом уровне. Да, вы знаете, что у нас есть вот рекомендованные целевые уровни, и есть нижняя граница безопасного снижения давления, которое уже четко прописано в наших рекомендациях и не первый год. Уже, наверное, мы не знаем, 10 с 2008 года, ну правильно, 18 год в наших российских рекомендациях. Нижняя граница до 110-115 на 70-75. Ну и вот давление должно быть вот в этом коридоре. Вот как раз вот эта вот эта группа и есть. А вот это пациенты, у которых, в принципе, средние цифры тоже меньше 140, но давление вряд ли, как мы говорим, да, но все время так желают выйти из-под контроля, да, и перейти в категорию все-таки повышенного. То есть день на день не приходится, утро на вечер не приходится. Прекрасно знаете таких пациентов. Смотрите объем поражения головного мозга в три раза больше. То есть, конечно, мы должны учитывать средние цифры. Без этого вопроса никак. Но мы должны, да, учитывать в обязательном порядке и стабильность достигнутого нами антигипертонзивного эффекта. Ну, я напоминаю кардиологами, мы часто говорим на эту тему, что антигипертонзивные препараты отличаются по влиянию на вариабельность. Вот они, наши пять основных классов. Если брать классами, то вариабельность уменьшают антагонисты кальция только дегидроперидины. Отдельно их считали, дегидры и не дегидроперидины. Только дегидроперидиновые, дозозависимый эффект у них, как было обнарушено у дегидроперидинов, и по-видимому класс эффект, потому что все они одинаково хорошо снижают влиятельность. Идиоретики. Вот здесь вы видите жесткая монотерапия. Но на всякий случай, естественно, я напоминаю вам, что с понятием класс эффект, надо быть очень-очень осторожным. Это, конечно, для нашего удобства, потому что у нас огромное количество гипертензивных препаратов, и все сразу не запомнишь. Это как ориентир. Но помните, что внутри каждого класса, внутри сортанов, ингибиторов и бета-блокаторов, есть отдельные препараты, которые тоже уменьшают в реальность. То, что мы видим на этом слайде, это вот когда их берут целиком. Но, опять же, вы прекрасно знаете, что сейчас все приоритеты лечения гипертонии отданы комбинированной терапии, а внутри комбинированной фиксированным комбинациям антигипертонзивных препаратов. И когда вот берут комбинированную терапию, еще более интересные взаимосвязи, только добавление антагонистов кальция, опять дегидроперидинов, к любым другим классам антигипертонзивных препаратов, а они комбинируются абсолютно со всеми прекрасно, приводят к снижению в реальности. Не только уровня давления, понятно, что и уровня давления, но и в реальности. Здесь, опять же, даже диуретики растеряли свою достоверность, видите, 0,07, но не могу не повториться, что опять диуретик диуретику рознь, и есть отдельные диуретики, которые, конечно, в составе комбинированной терапии ничего не теряют. Что мы имеем по данным доказательной медицины? К сожалению, не очень густо. Как был мета-анализ с 2013 года, так он и остается на сегодняшний день. Закончилось 5-е исследование, да, кстати, знаменитый скандально известный спринт, но результатов по деменции нет до сих пор. Поэтому, по большому счету, мы вот как апеллировали 4-мя исследованиями, так они у нас и остаются. Ну и наблюдательные исследования. Вот в начале 2018 года в European Journal Psychiatria, вдруг я там получаю рассылку, вижу, что мета-анализ по влиянию антигипертонсильных препаратов на когнитивные функции у пожилых. Я так обрадовалась, думаю, слава богу, как интересно, сейчас вот я найду эту публикацию, буду рассказывать всякие новые данные. Да, с огромным трудом я это выкачала, полнотекстную эту публикацию. В результате там оказалось написано, что данных как не было, так нет. Вот, так что здесь просто и делают-то бесполезно новые мета-анализы, потому что не прибавляются данные. Ну, будем надеяться, будем надеяться, что все-таки опубликуют и спринт. Вот, а дальше как бы гадайте, как хотите. Вы знаете, что спринт настаивает на более низких цельных уровнях артериального давления, меньше 130, и даже американцы это внесли в свои рекомендации. А почему они не публикуют результат по деменции? Интересный вопрос. Что же у них там такое получилось, да? Ведь это один из вопросов, который тревожит тех, кто выступает противниками таких низких целевых уровней. И в этом мета-анализе две части. Первая часть – это деменция. Деменция, согласно доказательной медицине, это жесткая конечная точка, так же как смерть, инфаркт, инсульт. Соответственно, когнитивные функции БАЛа по тестам – это суррогатная конечная точка, такая же как уровень артериального давления, уровень холестерина, ну, не знаю, еще что, масса миокарда левого желудочка, допустим. И вы видите, что и здесь-то совсем не густо, ну, смешно просто. 17 рандомизированных исследований. Это касающиеся антигипертензивных препаратов, конечно, только антигипертензивных, но с другой стороны у других препаратов нет и такой доказательной базы. Ну, и вот если мы посмотрим на деменцию, вот он, результирующий вектор, вы видите, он не пересекает вертикальную черту, и вывод говорит о том, что антигипертензивная терапия способна отсрочить наступление деменции. Хотя, опять же, если мы более подробно посмотрим на этот график, да, вы видите, что не во всех исследованиях это получилось, не у всех групп больных, в каких-то исследованиях, только в определенных подгруппах больных достоверные результаты были, во всей группе целиком не получены. Но, наконец, в некоторых исследованиях, особенно в ранних, вот то, о чем я вам говорила, никто не дифференцировал тип деменции, вот есть она или нет. Поэтому здесь очень тоже трудно разобраться. Тем не менее, тем не менее, результирующий вектор позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Ну, а это та часть мета-анализа, которая касается когнитивных функций. И здесь видно, что антигипертензивные препараты разные. Кто-то улучшает, кто-то он вообще достоверно ухудшает. Ну, это вот в основном старые исследования со старыми антигипертензивными препаратами. Вот, в частности, кстати, по Каптаприлу есть, есть вот прям не совсем старые препараты, что ухудшает, между прочим. По Атонололу где-то две трети работ, что ухудшает. Треть работ, что он нейтральный. Улучшает, конечно, мир нигде. Но вот есть работы, где Атонолол показал нейтральное влияние на когнитивные функции. Ну, естественно, всякие клофелины, калинфары, это как бы понятно. Вот совсем старые антигипертензивные препараты. Очень многие, как вы видите, нейтральны. Ну, по крайней мере, опять же, вот на этих сроках наблюдения обычно берут от трех до шести месяцев. Есть и суррогатные точки, когнитивные функции, вот артериальная гипертония. На этих сроках наблюдения нейтральны. Очень много таких работ. И опять же, мы понимаем, что антигипертензивных препаратов намного больше. То есть про многие мы просто ничего не знаем. Их никто не изучал в этом аспекте. Ну и, наконец, честно говоря, совсем ахиллесовая пита – это фиксированные комбинации антигипертензивных препаратов. Они в этом плане очень плохо изучены, за исключением, пожалуй, прекрасно известного добавлено Лепрелла, потому что у него-то как раз проводился целый ряд исследований именно фиксированной комбинации. А так это то, что нам предстоит, конечно, с вами вместе делать. Самые яркие результаты по профилактике деменции получены в исследовании Систюр. Вы знаете, что в этом исследовании было около 7 тысяч пожилых пациентов. Пожилые гипертоники с изолированной систолической гипертонией. Препаратом номер один был нитриндепин, дегидропенедин, антагонист кальция с тетрацией дозы. Вторым препаратом при необходимости, если не достигалось целевое давление, добавляли НЛАприл к нему, а третьим препаратом гидрохлортиазид. И такие тоже были. И цель была снижение систолического давления меньше 150 или на 20 мм тупного столба. Пациенты были с изолированной систолической гипертонией. Вы знаете, что исследование Систюр – это триумфальное исследование со всех позиций. Оно во многом подарило антагонистам кальция показания первой линии для лечения пожилых гипертоников, для лечения гипертоников с изолированной систолической гипертонией. Частота всех осложнений снизилась больше, чем на 30%. Результаты статистически все высоко достоверны. Риск развития инсультов на 42, но мы сегодня договорим о деменции. Новый случай деменции на 55%. Ни одному исследованию ни до Систюра, ни после Систюра не удалось повторить такой вот блестящий совершенно результат. И давайте посмотрим на все исследования, которые мы имеем в этой области. Правда, прогресс и профессор мы к нему еще будем возвращаться в третьей части нашей школы. это пациенты с постинсультными когнитивными нарушениями, профилактика по сути постинсультной деменции. Но во всех других исследованиях, да нигде, вот такой совершенно фантастический результат получен не был. 55% снижения риска развития деменции. Да, конечно, мы можем, ну и должны сказать, что все-таки абсолютных случаев деменции не так много здесь было в этом исследовании. И тем не менее, несмотря на определенные ограничения, они есть в любом научном исследовании, конечно, именно Систюра дала нам вот такую большую надежду. Что же опять же 5 основных классов? Ну, вы видите, что антагонисты кальция, метрендепин в исследовании Систюра. Как же все-таки 5 основных классов ведут себя? Вот, несмотря на то, что сейчас мы говорим о когнитивных функциях, а не о профилактике инсульта, здесь, в общем-то, прослеживаются те же закономерности. Вот почему-то впереди планеты всей, ну не почему-то, а в силу определенных причин, впереди планеты всей сортаны, локаторы рецепторов компетензина-2 и антагонисты кальция. Есть некоторые исследования, где вот еще диуретики также демонстрируют положительные эффекты, но их все-таки меньшинство. В основном всегда получают вот эти результаты. Сортаны не проиграли ни одного исследования, где-то они были однозначно лучше в сравнении с препаратами сравнений, где-то менее однозначны, но они всегда, пусть на немного, но выигрывают у других классов антигипертонзивных препаратов. И антагонисты кальция, не только в исследовании сисдюга. Ну вот я хочу напомнить вам, что у ионов кальция в патогенезе очень много ролей в сосудистых и нейродегенеративных заболеваниях. И особенно на нейропластичность хочу обратить ваше внимание. Рост гендритов, формирование новых синапсов в руках, что называется, антагонистов кальция. Ну и вообще в норме концентрации кальция больше в внеклеточной среде. Поэтому всё это вплоть до гибели нейронов. И считается, что вот блокада медленных кальциевых каналов обладает вот таким неким универсальным нейропротективным эффектом. Ну вот, естественно, когда метриндепин, есть, вы знаете, препарат метримет, когда метриндепин выиграл в исследовании с Юров, да ещё с таким фантастическим результатом. Понятно, что этот вопрос также стали очень сильно изучать. Ну и помимо традиционных эффектов от гендритов кальция, воздилатации сосудов головного мозга, да, снижением повышенной активности тромбоцитов и так далее, и так далее. Да, то есть вот обратили внимание, был очень такой ряд интересных работ, что есть такие данные, что, возможно, на синтез бета-амилоида влияет нейтриндепин, и потому что в исследовании с Юров, там, кстати, был отдельный анализ по типам деменции болезни Альцгеймера или сосудистая, и получили достаточно оптимистичные результаты, что снижается риск болезни Альцгеймера тоже. Хотя, естественно, безусловно, этот вопрос требует изучения в дальнейших исследованиях. И вот было показано, что вмешивается в синтез бета-амилоида нейтриндепин, и, возможно, за счет этого и были получены столь блестящие результаты исследования Систюров. Кроме того, что было показано, что он влияет на транспорт бета-амилоида. Если говорить о других антагонистах кальция, хотя я уже сказала, что, в общем-то, считается пока у них класс эффектом, но, тем не менее, другие антагонисты кальция, такие работы были, у них не обнаружено влияние, в частности, у амлотепина, филотепина и мифедепина на транспорт бета-амилоида у них влияния не нашли. Ну, здесь, естественно, можно долго рассуждать, но, тем не менее, я думаю, что вывод о том, что, несмотря на определенный класс специфические вещи, действительно, антагонисты кальция очень хорошей в улучшении когнитивных функций, отдельные представители могут еще лучше влиять на определенные аспекты когнитивных функций. Кардиологи вмешались в этот вопрос, и American Heart Association, американское общество кардиологов, пару лет назад приняло согласительный такой вот документ, где говорится, в принципе, о том, о чем мы сейчас с вами говорили, что, да, определенные взаимосвязи есть, они выявлены и доказаны между артериальной гипертонией, между повышенным давлением и риском развития деменции. Хотя, все эти исследования имеют определенные ограничения и, безусловно, опять же, нуждаются в дальнейшем изучении. Что же касается влияния антигипертонизмных препаратов на когнитивные функции, оно также выявлено, также, в общем-то, не вызывает сомнений, но еще раз подчеркивается, что этот вопрос только в самом начале изучения и требуется дальнейшее изучение вопроса, но также и тот факт, что только базовой терапии на сегодняшний день, по крайней мере, однозначно недостаточно, да, и нужны дополнительные схемы лечения, о чем говорил Владимир Владимирович в своей лекции, которые, да, позволяют улучшить когнитивные функции нашего больного, да, и предотвратить развитие более тяжелых, да, нарушений, затормозить. Ну и, как заявлено у меня в теме, мы немножко поговорим о статинах, потому что вокруг этой группы препаратов целые вот вообще какие-то мифы вращаются, которые иногда появляются абсолютно на том месте. Ну вот, в частности, один из таких мифов – это то, что статина ухудшает когнитивные функции. И откуда этот миф пошел, так по большому счету абсолютно непонятно. Вообще, на тот момент, когда об этом очень активно заговорили, было описано всего 60 случаев снижения когнитивных функций на фоне применения статином. И то, да, вы уже понимаете, что это не значит, что это было связано со статиной. Просто у пациента, которые принимали статины среди других лекарственных препаратов, отметили субъективное ухудшение когнитивных функций. У некоторых из них это еще и проверили, потому что мало ли что сказал пациент. Правда, были вот несколько случаев, да, вы видите, что после возобновения приема статины опять там все ухудшалось. Но все, что касается, конечно, вот таких тонких вещей, это все очень часто эффект, знаменитый эффект нацеба в действии. Поэтому надо быть, конечно, очень осторожным. На самом деле, всего в двух исследованиях плацебо-контролируемых худо ли, бедно ли, но все-таки смотрели когнитивные функции. Я имею в виду, сейчас мы приключились с вами на статины. Одно это исследование знаменитейшее, вы его прекрасно знаете, хат протекшн стадии 20 тысяч гипертоников, симвостатин высокой тузии 40 мг против плацебо и исследование про сперсправу статином у пожилых, да, здесь возраст пациентов был 70 лет. Ну, давайте смотреть, хат протекшн стадии ничем не отличается симвостатин от плацебо. Правда, правда, здесь производился опрос по телефону, и никто не оценивал когнитивные функции исходно. Ну, просто такие задачи не стояло. Посмотрел, и уже в конце хат протекшн стадии, ну, абсолютно никаких различий с группой плацебо не было. И вот, про спер, здесь были проведены соответствующие тесты на когнитивные функции, никаких абсолютно, да, различий по сравнению с группой плацебо достоверных, да, не обнаружили. Разные здесь были тесты, в том числе тесты МСИ, которые упоминал Владимир Владимирович, ну, абсолютно никаких различий. Поэтому вот не очень понятно, откуда эти страхи взялись. Да, много чего происходит на фоне приема тех или иных лекарственных препаратов. Ну, давайте смотреть дальше. Вот сейчас уже накопилось много исследований, более или менее крупных. Часть говорит вообще о наличии положительного влияния на когнитивные функции у статинов. Вот, соответственно, эти исследования перед вами на слайде. Другая часть не обнаружена положительного, но не отрицательная, да, то есть нейтральное влияние, нет положительного влияния. Статины тоже, почему к ним такое большое внимание, ведь они переводят синтез амилоиды с бета-пути на альфа-пути. Поэтому потенциально, чисто по механизму действия, они могут быть эффективны в профилактике аж болезни Альцгеймера. Другое дело, что это исключительно теоретически, что для того, чтобы это заявлять, нужно проводить специальные исследования. Но ничего тревожного, да, вот, в плане механизма действия нет, наоборот, скорее положительного. Тем не менее, да, вот такой страх. Ну, еще раз, часть положительная, даже, может быть, большая часть исследований, часть с нейтральным результатом, но ни одного исследования на статинах с отрицательным результатом не получена. Ну, и есть еще очень интересное исследование наблюдения реальной клинической практики. Вот одно из них тоже перед вами на слайде. Американцев, у кого больше всего пациентов пожилого возраста, которые пьют статину в высокой дозе 5 лет и больше. Вот они взяли базу данных реальной клинической практики, посмотрели таких пациентов и посмотрели, скольким из них врачи поставили новые диагнозы деменции. А потом взяли тот же возрастной контингент, но который не принимают статину. Опять, давайте подумаем. Это Америка. То есть, здесь получается, что если больным нужны статины, их назначали, и они пили их. Поэтому, и это исследование реальной клинической практики. Поэтому получается, что контрольная группа – это заведомо более легкие больные, которым по какой-то причине, несмотря на то, что они пожилые, но, видимо, они попали в рамки первичной профилактики, лечащие врачи вообще статины не назначили. И у них было достоверно больше новых случаев деменции. То есть, контингент заведомо более легкий получается, а количество новых случаев деменции было даже больше, чем у пациентов, которым бы прописали статины, и они их пили. Поэтому, опять же, я опять к чему? К тому, что ничего тревожного. И наоборот, исследования реальной клинической практики говорят даже о каком-то проективном действии статинов. Поэтому и американская, опять же, Хатт Ассоциейшн, American Hata Station выработала документ, по которому говорится, что если вы своему пожилому пациенту собираетесь назначать статины, не надо ему специально тестировать когнитивные функции. Нет, если есть показания, вот то, о чем говорил Владимир Владимирович в своей лекции, это другой вопрос. Но только, да, вот когда мы собираемся назначать статины, мы определяем там АЛТ, АСТ, КФК, иногда, чтобы знать, можем ли мы назначить их или нет. Вот с такой целью не надо тестировать когнитивные функции. И если у вас, у пациента, который получает терапию статинами, развивается ухудшение когнитивных функций, субъективное ли, либо объективное, да, вы протестировали и в этом убедились, да, это не повод обменять статины и даже снижать дозу. Ищите другие причины, говорит американская ассоциация кардиологов. Ну, про память, как вы понимаете, очень много всяких смешных афоризмов. Но вот есть один, который приписывает Кампу, что глупость, да, это то состояние, против которых нет лекарств. Но я думаю, что мы с вами в сегодняшней школе вполне сможем поспорить с классиком. Коллеги, мы благодарим вас за внимание. У нас сейчас 15-минутный прерыв, коллеги, и потом у нас вторая часть. Небольшие изменения в программе второй части я имею в виду по порядку. То есть двое лекторов меняются друг с другом местами, но программа полностью туда будет соблюдена. Отдыхаем 15 минут и... Отдыхаем 15 минут. Отдыхаем 15 минут.